всем здравствуйте приветствую всех на канале дачные советы и сегодня у меня такой очередной обзорчик по огурцам и сразу отвечу на два вопроса огурцы по огурцам в начале ролика и в конце ролика тоже у меня в комментариях там спрашивают по эустоме в самом конце ролика отвечу чтобы не смешивать с огурцами но знаю что ответить нужно срочно поэтому в конце ролика смотрите вот кто по эустоме ждал ответ так отвечу сразу я на два вопроса которые мне задавали по огурчиком это где можно найти информацию если не указано на пакете ну во первых сразу скажу что читать нужно пакеты очень внимательно тут вот агрессовский я не положила пакета иногда самом низу указывается информация в самом низу пакета какой гибрид либо сорт индетерминантный либо детерминантный но так вот из своего опыта скажу что в основном конечно вот эти детерминантные большей частью это вот все наши старые огурчики которые сортовые вот их в основном нужно прищипывать на пятом шестым листом но есть и в новых гибридах которые такие же но в общем то это можно найти если вы наберете подробное описание сорта или гибрида в подробных описаниях всегда указывается высокорослый он либо среднерослый либо но низкорослых их не бывает пишутся они средне среднерослые либо высокорослые но я еще делаю всегда пометки то что я высаживаю выращиваю я записываю всегда и у меня тетрадочка такая я обязательно делаю пометки при каком выращивании если я допустим сомневаюсь при каком выращивании лучше себя показал гибрид либо сорт ну сорта я почти не сажу огурца только у меня в основном конечно присутствуют гибриды так и второй вопрос был второй вопрос был по герману что выращивали в один стебель так в общем то и нужно его выращивать но огурчиков было мало тут может быть две причины либо это недостаток калия вот как допустим я поливаю свои огурчики взрослое растение мы поливаем где-то полтора литра воды на одно растение вода обязательно должна быть теплая оптимальная температура температура воды для огурчиков для полива это 26 градусов полтора литра мы выливаем простой воды и потом я намешиваю гумат калия полную столовую ложку на 10 литров воды и еще пол литра я выливаю с гуматом калия довольно таки в общем часто я встречаюсь с тем что начинаешь с покупателями разговаривать и по и разговаривать и узнаешь сколько поливают удобрения и поливаются стаканчик 100 граммовый 200 граммовый ну конечно это мало для растения пол литра но я выливаю пол литра с удобрением разведенным раз в две недели то есть не чистым удобрением конечно развожу в воде тоже чтобы не вводить в заблуждение но и либо еще довольно таки тоже часто немного недопонимают что такое не вернее неправильно понимают что такое формировать в один стебель в один стебель в общем то это мы формируем я конечно летом это все покажу вам объяснить наверное на словах это будет сложновато в общих чертах скажу конечно мы там до 3 4 листа вообще прищипываем все удаляем и слепляем как это правильно называется да и в общем то в один стебель мы идем до высоты метр метр двадцать сначала до высоты 40 50 сантиметров мы все удаляем потом от 50 до метра мы оставляем по одному плодику по одному листику но в общем то потом все это я покажу и дальше уже после вот это высоты достигший метр метр двадцать растения мы уже его пускаем свободный рост там уже идут и боковые побеги и в общем то вот это и называется в один стебель конечно если оставим совсем один стебель и полностью будем все удалять но урожайность конечно будет маленькая так так по вопросам я ответила но все начнем тогда с описаний начну я с огурчика седрик очень он мне нравится вот этот вот как раз гибрид он у нас прищипывается извиняюсь на пятом шестым листом очень ранний по 24 плодика в пазухах образует плодики небольшие 10 12 сантиметров темно зеленого цвета высоко урожайный гибрид отличный устойчив к затенению тоже вот тут еще добавлю что когда мы читаем на пакете либо в подробном описание устойчив к затенению конечно они устойчивы к затенению но уж совсем в темные места то все равно не рекомендуется садить все равно нужен свет и немного хотя бы солнышко растениям поэтому как бы тоже это учитывайте так устойчив он к затенению и перепадам температур тоже очень то в общем немаловажно это до четвертого пятого листа мы его ослепляем и после пятого шестого мы его пускаем уже в свободный рост данный гибрид плети у него средний не очень длинный огурчиков образует очень много очень хорошим при консервации не пустой не грубые не жесткая кожица отличный вообще гибрид такой вот гибрид легенда русский огород он относится к салатным тоже он мне очень нравится средний ранний сорок семь пятьдесят дней от всходов дана до плодоношения очень долго плодоносит длина плодика 15 извиняюсь 18 20 сантиметров 150 160 грамм масса плода уст очень мощный тоже прищипываем его на пятом шестым листом боковые побеги у него не слишком длинные в общем то в основном конечно все вот эти которые мы прищипываем их лучше выращивать в открытом грунте в теплице конечно они там все у нас затянут они боковые побеги не слишком длинные вот эти которые прищипываются у них у всех не очень длинные побеги так следующий у нас будет гибрид посолима тоже очень хороший сорт фирмы габриш гибрид фирмы габриш самоопыляемый но тут в общем то все у меня самоопыляемые 6 9 сантиметров длина плодика ранний 39-40 дней от сходов до начала сбора урожая растение мощное и недоторминантное в узле формирует по 3-6 плодов тонкокожие плодоносит до поздней осени очень тоже он хорош в консервации следующий у нас будет гибрид бериндей тоже фирмы габриш тоже он среднего такого срока созревания 45-50 дней в пазухе у него до 4 плодов формируется длина плодика 12-14 сантиметров масса 120-130 грамм обладает уникальной невыносливостью данный гибрид очень хорошо растет в комнатных условиях но совсем тоже не в комнатах но он на балконах хотя бы потому что в комнате в общем то все равно не плохо растут огурчики не очень хорошо тем более что он очень длинные плеть у него он и детерминатный тоже очень хорош в консервировании засолки вот такой вот гибрид бобрик наверно самый хрустящий в консервации на мой взгляд ранние 42 45 дней самоопыляемый букетная зависть у него по 5-8 завязей бывает в пазухе 10-12 сантиметров длина плода масса 90 110 грамм тоже этот гибрид индетерминатный пускаем его в один стебель устойчив он к перепадам температур и очень очень хрустящий который огурчики у нас устойчиво к перепадам температур но это вот хорошо наверное для более северных регионов такие еще огурцы выращивать когда ночью прохладно днем тепло ну у нас с средовской области замечательно растет гибрид барабулька пучковая зависть тоже до 8 огурчиков в пазухе 44 48 дней от всходов до начала сбора урожая 10-12 сантиметров длина плода 90 100 грамм масса формируем в один стебель индетерминатный тоже очень он хороших засолки в консервации так бабушкин внучок гибрид 38 43 дня очень ранний он по 24 огурчика в узле 10 13 сантиметров длина плодика и масса 100 120 грамм тоже индетерминатный тоже в один стебель мы выпускаем вот такой вот гибрид ажур фирмы седок очень мне тоже нравится относится он к ранним 40 45 дней от всходов до начала плодоношения длина плодика 8 11 сантиметров масса плода 80 100 грамм до трех плодов в пазухе стрессоустойчивый гибрид и длительное плодоношение тоже он у нас индетерминатный тоже мы его выращиваем в один стебель гибрид моцарт такой средний ранний 43 45 дней от всходов до начала сбора урожая 11 13 сантиметров длина плодика и масса 90 120 грамм растение сильно рослое тоже одни стебельное выращивание так кладин кладин очень красивые тут какой-то он немного желтоватый на пакете на самом деле очень красивые плоды в общем-то это улучшенная клавдия кто выращивает клавдию попробуйте кладин тоже очень понравится по 6 7 блогиков в пазухе растение мощное довольно таки открытое такое листьев на нем не слишком много 10 14 сантиметров длина плода устойчив он к перепадам температур формируем его в один стебель вот такой гибрид мельница фирмы манул очень сладкий огурец конечно он салатной я не знаю может его и консервировать можно но вот я его как салатный выращивала очень он мне тоже понравился сладкий тонкокожий скороспелый 15 18 сантиметров длина плода пускаем моего в один стебель где-то 140 160 грамм масса плода салатных конечно много садить не нужно обычно у меня вот не больше четырех растений салатный и вот такая вот матильда гибрид матильда тоже очень он мне нравится знаю что многие любят маринду выращивать но мне матильда больше нравится вот прям как на картинке такие темно зеленые огурцы среднего срока созревания 50 57 дней плодоносят но вообще очень долго прям до поздней поздней осени в общем то я считаю это большим плюсом индетерминатный по 6 7 завязей формирует в пазухе и в общем то короткий 7 10 сантиметров длина плодика замечательный гибрид в общем то и в засолке очень хорошим по огурчиком я закончу и вот буквально два слова скажу по эустоме вопросик мне задали что посеяли устому всходы начали всходить посеяли в грунт и грунт зеленеет дело в том что вот как я уже в одном из роликов говорила очень многое зависит от грунта я конечно и устому никогда в грунт не садила честно скажу но если начинается зелень конечно эту зелень плесень эту зеленую нужно убрать аккуратно зубочисткой снять ну и тут скорее всего переувлажнение почвы если образовалась плесень ну сделать глубокие проколы той же зубочисткой вот прям до дна емкости в которой вы посеяли устому конечно аккуратно чтобы не задеть гранулки и нужно пользоваться агатом возможно вот он вам поможет я очень его люблю вот такая коробочка у агата вот такой вот шприц есть они в больших коробках вот это вот мой рабочий шприц вот очень его надолго хватает не обращайте внимание что тут нарисованы одни овощи он в общем то помогает от всего вернее от грибковых и вирусных болезней на любых культурах и комнатные цветы и рассада очень экономичный расход вот буквально 0 1 миллилитра вы выдавливаете одно маленькое деление это на литр воды но так как у вас скорее всего почва переувлажненная раз плесень на ней то можно попробовать посыпать таблеточками глиоклодина так как вот не везде еще и агатта это продается таблетки глиоклодина раскрошить их и прямо на поверхность земли можно посыпать либо посмотрите в магазине сухой фитоспорин не в пасте а сухой тоже в сухом виде посыпать на почву но сделать сейчас обязательно нужно глубокие проколы и очень много этих проколов и вот эту плесень то сверху снять и вот об грунтах о грунтах мы еще поговорим очень очень в общем то важно садить в правильный грунт так как даже часто люди считают что семена не всходят потому что семена плохие но в большинстве случаев то это в общем то вина грунта не семян но грунтах мы еще будем разговаривать в общем по эустоме можно еще что-то сделать главное сделать глубокие проколы повторюсь если земля у вас такая не слишком сырая то можно полить агатом но немного тоже не переливайте землю либо уже вот сухие глиокладин либо фитоспорин сухой как уже и сказала в общем то на этом ролик закончу всем до новых встреч пока пока задавайте вопросы буду отвечать по мере поступления вопросов